Сарга 54. Успокоение от Далаки. Васиштха продолжил. После таких размышлений в своем чистом разуме, мудрец у Далака сел в позу лотоса, полуприкрыв свои глаза. Тогда мудрец сосредоточился на священном звуке Ом, воплощением самого Брахмана. Он произнес Ом, которое ведет к высочайшему состоянию. Он издал священный Ом высоким тоном, резонируя, подобно звону металлического колокола. Он продолжил Ом, пока его сознание не достигло чистого, безграничного сознания. С первым звуком трехзвучного Ом, пропетым сударением, жизненная сила завибрировала его теле и постепенно покинула его, оставив тело полностью пустым, Подобно океану, из которого мудрец Агастия выпил всю воду. Его жизненная сила оставила тело и оказалась в пространстве чистого сознания, подобно птице, взлетевшей из гнезда в небо. Пылающий огонь, возникший в его сердце при исходе жизненной силы, спалил все тело, подобно огню, сжигающему сухое дерево. Каков эффект правильно произнесенного первого звука Ом? Это происходит без насилия, свойственного хатха-йоги, которая приносит страдания. Затем он произнес второй звук священной мантры Ом, и его дыхание остановилось без волнений и вибраций. Жизненная сила, прана, замерла как бы ни вне и ни внутри, ни сверху, ни снизу, подобно успокоившимся волнам океана. Когда тело сгорело, огонь пропал в один миг, подобно молнии, оставив от тела один чистый пепел, белый как снег. Чистые кости тела лежали неподвижно, как будто в спокойном сне, напоминая рассыпанную душистую камфору. Ветер подхватил пепел и разбросал кости, как будто посыпая ими тело трехглазого шива. Сильными порывами ветер разбросал кости и пепел в пространстве, как клочья осеннего тумана. Таков эффект, правильно произнесенного второго звука Ом. Это происходит без насилия свойственного хатха-йоги, которая приносит страдания. С третьим звуком, которым оканчивается святая мантра Ом, дыхание возвратилось полнотой жизненной силы. На этой стадии прана покинула нектарный разум и распространилась в пространстве, как прохладное дуновение, холодное и прекрасное, как снег. Пребывая в пространстве, эта сила достигла орбиты Луны, подобно прохладному, облаку дыма в небесах. Она наполнила лунное пространство и прекрасный лунный свет, как нектар, наполнивший великий океан. Дыхание жизненной силы стало потоками нектароносных жемчужных нитей лунного света. Льющиеся с небес потоки света осветили пепел, оставшийся от тела, как священная ганка, изливающаяся на голову шеевой. В потоке лунного света тут же появилось существо с четырьмя руками, как у вишну, сияющее, как дерево париджата, в брызгах океана, сбиваемого горой Мандара. Прекрасное тело удалаки сияло, как тело Нараяны, с глазами, напоминающими раскрывшийся цветок лотоса. Нектарные жизненные энергии наполнили его тело, как дожди наполняют озеро и деревья, наполняются соками, как воды канки жизненные силы наполнили тело энергией кундалини, закрутив чакры водоворотами. Тело Брамина было очищено и вернулось к своему изначальному состоянию, как земля очищается потоками дождевой воды. Затем сидящий в позе лотоса укрепил позицию и связал свои пять чувств, как пойманного слона сковывают цепями. Чтобы достичь нервикальпа-саматки, он старался изо всех сил удержать разум в чистоте, как в осеннюю пору. Успокаиваются ветра, и как успокаивается олень, когда множество его желаний прекращается. Мысленно он остановил сердце, как будто привязав его веревкой к столбу. С помощью усилий он прекратил стремление беспокойного разума к удовольствиям, как быстрое течение реки останавливает дамба. Его полуприкрытые глаза были неподвижны, как лепестки лотоса на рассвете. Контролируя свое дыхание, мудрый был спокоен и блажен. Как ветер успокаивается, в благословленных местах его дыхание остановилось. Он отделил свои органы чувств от их объектов, как масло отделяют от семян кунжута, втянув их, подобно черепахе, втягивающей свои конечности под панцирь. Мудрый удалака полностью оставил внешние ощущения, как сияние драгоценного камня перестает быть видным, если камень накрыт сосудом. Чувства лишенные своих объектов он возвратил вовнутрь, как соки деревьев возвращаются вовнутрь в холодное время года. С помощью практики задержки дыхания он прекратил движение энергии, закрыв для них все девять отверстий тела. Мудрый держал свою голову прямо, и она походила на вершину горы Меру, украшенную цветами и драгоценными камнями, сияющими светом собственной природы. Он удерживал вставший послушным разумом в своем сердце, как покоренного слона в пещере в горах Винфья. Он достиг спокойствия и чистоты осеннего неба и наслаждался полнотой неподвижного океана в безветренную погоду. Множество сомнений, мешающих пониманию, развеялось, как облака мошек под порывами ветра. Вновь возникающие в разуме желания, он уничтожал мечом понимание, как воин, уничтожающий врагов в битве. Когда препятствия в его сердце были уничтожены, в пространстве сердца поднялось солнце развлечения, разгоняющие непостоянную густую тьму невежества. Солнце окончательной мудрости уничтожило тьму. Когда ветер самопознания разогнал облака невежества, когда все остатки невежества пропали, он видел ослепительный свет, как лотос после ночной темноты на рассвете встречает солнце. Но скоро на него напали рожастические тенденции разума, который, как молодой слон, вытаптывали прекрасные лотосы благости на поляне, сметая все, как демоны-виталы, шадно слизывают сочащуюся кровь. Когда свет прекращался, разум мудреца склонялся в сон, как лотос закрывается ночью и, как опьяненное вином, впадает в беспокойную дрему. Но он скоро развеял и тупость сна мудрым развлечением, как ветер разгоняет облака, как слон ломает темные лотосы и, как солнце уничтожает тьму ночи. Когда дремота была разогнана, разум начал видеть разнообразные формы в пространстве, как по взмаху павлиньего пера в руках волшебника. Как дожди омывают дерево Тамала, как ветер разгоняет туман, а свет лампы тьму, он быстро очистил свой разум от этих форм. Разум избавился от иллюзорных видений в пространстве, но погрузился в дрему, подобную бреду опьяневшего. Его разум избавился и от этого заблуждения, как ночные тени исчезают при свете солнца. Светом сознания он рассеял тьму заблуждений и сонливости, и скоро его разум достиг состояния, которое невозможно описать. После недолгого пребывания в этом состоянии, его разум ощутил тотальность существования, как река, перегороженная плотиной, скоро разливается широко вокруг. Из-за своих долгих практик самоисследования и самоосознания, он достиг состояния полного сознания, подобного золотому браслету, осознающего золото в себе. Потом, оставив осознание, связанное с объектами, он достиг сознания, осознания, отличного от осознания, так же, как глиняный горшок, отличен от глины. Оставив ограниченное осознание, он стал самим чистым сознанием, не отдельным от него, подобно тому, как волны и брызги, оставив свои границы, осознают себя не отличными от воды. Оставив бесчисленные понятия разума, он стал бескраничным, чистым пространством сознания, основой всего. Удалака просветлился. Он достиг высочайшего, безграничного, как океан нектара блаженства, где нет объектов и их отдельности от видящего. Очистившись от ограничений тела, своей изначальной реальной сущности, он слился с этим океаном. Некоторое время разум мудреца оставался в океане блаженства, подобно лебедю в озере и полной луне в чистых осенних небесах. Он оставался неподвижным, как нарисованный, как пламя лампы в безветренном месте, как поверхность океана без волн и как облако, излившее всю свою влагу. Удалака долго оставался в этом прекрасном состоянии. Через некоторое время он узрел там других небожителей, ситхов и божеств. Вокруг появились разные ситхи и мудрецы, столпами небесных нимф, готовые возложить на него лавры, интры и солнца. Окруженный ситхами, он не обращал на них внимания, его сосредоточенный разум не был взволнован и был неевинен, как младенец. Не замечая собравшихся ситхов, он пребывал в храме своего блаженства в течение шести месяцев, как солнце, пребывающее в южном полушарии полгода. Мудрый Прамин достиг состояния дживанмукты, освобожденного при жизни. В этом состоянии пребывают ситхи-мудрецы, боги Брахма-Шива и другие. Он стал самим блаженством и вышел за его пределы, став ни блаженством, ни неблаженством. Он стал чистым сознанием. Разум, испытавший это на мгновение или на тысячу лет, больше не интересуется бесчисленными удовольствиями рая. Это высочайшее состояние, безграничное благо и вечное пристанище. Мудрый, побывавший там, больше не заблуждается. Мудрый, достигший этого состояния, больше не очаровывается субъектно объектными отношениями. Воплощенный, осознав это состояние величайшего блаженства, не обращает больше внимания на видимое, как мысли императора не заняты вопросами экономии. Разум, пребывающий в этом состоянии, осознал безобъектное. Он более не стремится к объектам и не избегает их, обезгрешный. Удалака находился в этом состоянии в течение шести месяцев, избегая искуса психических сил, а потом оставил и его, как весной солнце, выходит из-за закрывающих его облаков. Пробужденный Удалака опять увидел небесных существ, чьи тела напоминали сияющий свет лунного диска с почтением, приветствующих его. Они восседали на небесных колесницах, украшенных флагами, и красавицы обмахивали их веерами, напоминая машущих крыльями пчел, осыпанных золотой пыльцой цветов дерева мандара. Там были мудрецы, подобные нам, лотосные небожители с кольцами из священных трав на пальцах, небесные видья Дхары со своими подругами. Они обратились к великому мудрецу Удалаке со словами Обхагован, будь милостив и обрати на нас свой взор. Взойди на одну из этих колесниц и проследуй в рай, который превыше всех трех миров и в котором доступны все удовольствия Вселенной. Там ты до окончания мира будешь наслаждаться всем, что пожелаешь, ибо все аскетические практики выполняются ради достижения небесных наслаждений. Посмотри к твоим услугам эти красавицы и Дьятхары. Они ждут тебя с опахалами в руках, как слонихи в ожидании слона. Наслаждение — это лучшее из человеческих целей, а лучшее из наслаждений — это прекрасная небесная девушка, как цветок. Это лучшее, что есть весенних месяцев. Выслушав всех своих гостей, мудрец поклонился им и поприветствовал их, как полагается, глядя на происходящее, как на сновидение. Мудреца не затронули их приглашение и восхваление. Он попросил уважаемых ситхов вернуться домой и остался погруженным в Самадхи. Через некоторое время ситхи отправились в свои обители, восхвалив его за приверженность своей цели и бесстрастие к наслаждениям. Блаженный мудрец, ставший освобожденным при жизни Дживан Муктой, странствовал по своему желанию по лесам и обителям мудрецов. Он путешествовал в горах Меру, Мандара и Кайлас, бородил по склонам Гималаев и Виндхе, посещал повсюду острова, леса и парки, джунгли, рощи и равнины. Достигший освобождения, благородный мудрец Удалака оставался в пещерах на склонах гор, естественным образом погружаясь в Самадхи. Временами он оставался в непрерывном состоянии Самадхи день, иногда месяц или год, иногда множество лет. Потом Удалака занимался обычными действиями, оставаясь в совершенной гармонии, просто свидетельствуя происходящее. Постоянно оставаясь невовлеченным свидетелем, видя чистое сознание во всем, он смотрел на все одинаково, подобно небесному свету солнца над землей. Видя во всем только сознание, он сам стал подобным этому сознанию. Его внутренний свет сиял, как солнце, не разгораясь и не потухая. Он достиг состояния высочайшего спокойствия. Его разум успокоился, и он освободился из селков, повторяющихся рождений и страданий непостоянных сомнений. Он жил без осознания тела, напоминая собою осенне-спокойное, бескрайне раскинувшееся чистое пространство. Этим заканчивается сарга 54-е. Успокоение от Далаки, книги 5-й, об окончании Махара Маяны, Шри Васишки, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Субтитры создавал DimaTorzok